Самая древняя в мире рукопись Корана хранится отнюдь не в Мекке. Этот драгоценный манускрипт находится в ташкентской мечети Тилла-Шайх. Туда он попал после многолетних скитаний по миру. На страницах рукописи можно увидеть красные пятна. Правоверные убеждены в том, что это следы крови Усмана, третьего из праведных халифов, правивших после смерти пророка Мухаммеда. Если история создания Библии до сих пор таит в себе немало тайн и белых пятен, то со священным Кораном все обстоит значительно проще. Правда, ошибутся те, кто назовет автором письменного текста пророка Мухаммеда, хотя при его жизни аяты, стихи откровения записывались одновременно с этим, пророк требовал, чтобы ученики по старинке заучивали их наизусть. Записи же велись непоследовательно и в буквальном смысле на всем, что попадалось под руку. На финиковых листьях, кусках плоского камня, кожи. Поэтому, когда в 632 году пророк Мухаммед умер, перед мусульманами встала серьезная проблема. До этого любой спор по поводу аятов мог рассудить сам пророк. Теперь же необходим был единственный последовательный текст, который бы гарантированно не искажал учение ислама. Составить такой текст взялся личный секретарь и писец Мухаммеда Зейд ибн Сабид. Под контролем других подвижников пророка, каждый из которых знал все аяты наизусть, он привел текст к тому виду, в котором мы знаем его сейчас. Произошло это во время правления третьего праведного халифа Усмана ибн Афана, женатого на дочери Мухаммеда. По преданию, халиф разослал пять экземпляров Корана, в основном на игорода халифата, а шестой оставил себе. Удивительно, но эта рукопись сохранилась до наших дней. Время правления Усмана оказалось непростым для халифата. Стремясь как можно сильнее сплотить союз арабских племен, созданный Мухаммедом под знаменем ислама, халиф все сильнее тяготел к авторитарному стилю правления. Руководящий должности и титул он щедро раздавал своим родственникам, так как на них мог всецело положиться. Им же доставалась и большая часть военной добычи. Естественно, это вызывало недовольство у вольнолюбивых арабов. В конце концов, в 650 году против Усмана восстали провинции Ирака и Египта. В исламской традиции считается, что Усман до последнего пытался не допустить кровопролития между мусульманами, а потом не стал подавлять восстание жесткими мерами, стараясь все решить переговорами. Закончилось это трагически. Летом 656 года группа мятежников ворвалась во дворец халифа в Медине. Усман, как и полагается благочестивому правителю, в это время сидел и читал Коран. Он не сказал, не оказал сопротивления и был убит на месте. Обрызнувшая кровь щедро окропила страницы священной книги. После Усмана халифом стал другой, зять Мухаммеда Али. При нем и началась история долгих странствий, окровавленные рукописи Корана. Сначала он перевез ее из Медины в новую столицу Куфу, на территории нынешнего Ирака. В честь этого города назван стиль письма, которым записан Коран Усмана. Поэтому и сам манускрипт называют Куфическим. В Куфе рукопись хранилась долгие века, пока в 15 веке Османская империя, новый центр мусульманского мира, не столкнулась с грозным противником, великим покорителем Азии Тамерланом. Разбив в 1402 году турецкого султана Байазета, он прошел маршем по территории Ирака и попутно захватил город Басру, где хранился вывезенный туда из Куфы Коран Усмана. В результате рукопись получила новое место жительства и новое имя, отныне его стали называть Самаркандским Куфическим Кораном. В Самарканде, столице империи Тамерлана, Коран провел более 400 лет. Его хранили в мечети Хаджи Ахрора, шейха ордена суфиев, жившего в 15 веке. В святыне привлекало в мечеть огромное количество паломников. Люди приезжали издалека специально, чтобы попросить благословения у Корана Усмана. В дни больших исламских праздников рукописи выносили из мечети и торжественно демонстрировали народу. Тем временем канули в лету Тамерлан и созданная им держала. Самарканд стал принадлежать Бухарскому Эмирату. А новая могучая сила Российской империи в середине 19 века начала против этого Эмирата войну с целью присоединить к себе Туркестан. Самарканд был взят русскими войсками под командованием генерала Константина фон Кауфмана в мае 1868 года. О том, что в городе хранится очень ценный древний список Корана, командованию было прекрасно известно. А потому были сразу же предприняты немалые усилия для того, чтобы добыть внускрипт. В результате Коран Усмана был выкуплен у самаркандского духовенства за довольно приличную по тем временам, но не сопоставимую с его реальной ценностью сумму в 500 коконов около 100 рублей. 24 октября 1869 года Коран отправился в Санкт-Петербург. Причем Кауфман настаивал на том, чтобы он был обязательно помещен в императорскую публичную библиотеку, туда же, где хранились древнейшие списки Ветхого и Нового Завета в Библии. Заодно в Петербург хотели вывести и мраморную подставку, на которой покоилась рукопись. Но это оказалось невозможно из-за ее огромного веса, поэтому ограничились тем, что скопировали надписи, которыми были щедро украшена подставка. Впоследствии ученые не раз порадовались этой скрупулезности российских офицеров. Надписи представляли немалый интерес для востоковедов. Спокойно полежать в рукописном отделе императорской библиотеки Корана Усмана удалось чуть менее полувека. Затем в России грянула революция, и рукопись снова отправилась в путь. Сначала большевики почему-то разрешили вывезти ее в Уфу. Однако в 1921 году, после обращения туркестанских мусульман по личному распоряжению Ленина, Монос-Пегрипт отправился в Ташкент. Разумеется, не в качестве исламской святыни, а в качестве музейного экспоната, как им и считался до тех пор, пока религия не начала возвращать свои позиции в советском государстве. Ну а после распада СССР в Новом Узбекистане Коран Усмана вновь стал объектом поклонения для мусульман. До сих пор не утихают споры о следах крови на страницах Корана Усмана. Кровавые разводы расположены на страницах удивительно равномерно. Изучавшие их специалисты пришли к выводу, что это пятна специально нанесенные много позднее, нежели изготовлен сам манускрипт. Тем более, что следы крови встречаются не только на самом Коране Усмана, но и на некоторых его копиях, которые сохранились до наших дней. Еще более въедливые специалисты указывают на то, что судя по шрифту и манере письма, текст был записан аж в 8 веке, то есть спустя полвека после убийства Усмана. Тем не менее, мусульманы верят в то, что кровь на страницах подлинная, как и сам Коран Усмана, который все еще хранит на своих страницах дыхание, времени. Статья подготовлена Виктором Баневым в журнале «Загадки. Истории». Название самой дорогой мусульманской рукописи претендует так называемый «Синий Коран». Он был создан примерно в начале 10 века и представляет собой настоящее произведение искусства. Пергамент, на котором написано суры Корана, полностью выкрашен в цвет индиго. В средние века эта краска стоила целое состояние. Сами же священные письмена нанесены золотом и серебром. Это не фигура речи. Краски действительно изготавливались из драгоценных металлов, из толченных порошок. Известно, что изначально рукопись состояла из 7 томов и содержала в общей сложности 600 страниц. Увы, за прошедшие века эти страницы оказались разбросаны по всему миру. Больше всего страниц хранится в Национальном институте искусств и археологии Туниса. Остальные в различных музеях или частных коллекциях Европы и Америки. Также имеется некоторое количество страниц, по поводу которых специалисты не могут точно сказать, относятся ли они к драгоценной рукописи. Судя по всему, собрать синий Коран в единую книгу уже не удастся никогда. Оценка общей стоимости синего Корана также задача, не имеющая решения. Достаточно лишь сказать, что одна единственная страница в апреле 2010 года на аукционе Sotheby's была куплена частным коллекционером за 250 520 фунтов стерлингов. Не забудьте подписаться на канал в правом верхнем углу и оставить ваши комментарии. До встречи!